Предшествовал разговор о возвышенности Аллаха Свят Он и Велик, что возвышенность Аллаха делится на два вида. Возвышенность Аллаха над своим троном, над небесами, что трон находится над седьмым небом, а Аллах возвышен над своим троном, возвышением, подобающим его величию. Как пришло в аяте «Милостивый вознесся над трон». Также утверждение возвышенности Аллаха – это признак и указание на веру. Как пришло в Сахихе, когда одну рабыню ударил ее хозяин и пришел вместе с ней к посланнику Аллаха Саллиллаху Алейхи Вассалям, посланник Аллаха Саллиллаху Алейхи Вассалям спросил ее, «Где Аллах?» Она ответила, «Над небесами». Тогда он сказал, «Освободи ее, поистине она верующая». Аллаху принадлежит возвышенность двух видов – возвышенность сущности и возвышенность степени. И это потому, что Аллах возвышен над своим троном, как это уже предшествовало. Возвышен степенью и возвышен достоинством. Поистине, Аллаху принадлежит безупречность в его именах и атрибутах. Могущество, также унижение, кого пожелает, мощь, милость, мягкость, наделение уделом, ожеление и умерщвление. Он безупречен во всем этом, свят он и велик. Слова автора, он отделен от своих творений. Ученые, да помилуют их Аллах, в этом вопросе хотят утвердить ряд смыслов, среди которых опровержение того, что говорят пантеисты из числа джахмитов, которые отрицают возвышенность Аллаха свят он и велик. И когда их спрашивают об Аллахе, они говорят, «Он в каждом месте». А когда их спросили о каждом месте, они продвинулись в этом вопросе и сказали, что он воплощен в каждой вещи. Среди них даже есть те, кто пошли еще дальше, говоря, что Аллах воплощен в наших телах. И они продолжили быть на этом. А основа в этом нововведении – это отрицание возвышения Аллаха над своим троном. Они начали с этого вопроса и стали отрицать возвышение Аллаха над своим троном и истолковали это рядом других смыслов. И в самом начале их к этому, возможно, подтолкнула мнимая богобоязненность или попытка исказить религию Аллаха в соответствии со страстями. Среди них есть те, кто имеет хорошее намерение очищения Аллаха в вопросе знания Аллаха о его рабах. Однако из знания Аллаха о его рабах не вытекает то, что Аллах воплощен в своих творениях. Совершенство знания Аллаха – это то, что он знает то, что было и то, чему предстоит быть, будь это из скрытых дел или явных, будь его раб близок к нему или нет. У Аллаха есть безупречное знание об этом. Затем, когда они стали отрицать возвышенность Аллаха и его вознесение, их спросили, где же тогда Аллах? На что они говорят? Аллах в каждом месте. Потом они стали углубляться в этом, якобы если Аллах в каждом месте, то из этого вытекает, что он находится в неорганических веществах и в людях. И стали углубляться в этом для того, что на вопрос, где Аллах, они отвечают, «Он воплощен в наших телах». Далее они стали выводить из этого еще более отдаленные смыслы, говоря о воплощении Аллаха в том, что считается грязным. Воплощен ли Аллах в этих вещах или нет? В вопросе воплощения в навозах, также в вещах, от которых отдаляются люди, как кладбище, бани и тому подобное, превыше Аллах от всего этого великим возвышением. Их заблуждение в этом разделе дошло до того, что они сказали, что нет в загонах животных никого, кроме Аллаха. И среди них есть те, кто зашел так глубоко в своих заблуждениях, что проходя мимо мертвечины, они говорили, что Аллах тут, то есть, что Аллах воплощен даже в таких вещах. Даже Бишер Аль-Мурриси по причине отклонения и сильного заблуждения, когда делал земной поклон, говорил, «Пречист мой нижайший Господь, превыше Аллаха от этого великим возвышением». Это было по причине его отрицания возвышенности Аллаха над своим троном. И это не что иное, как проявление неверия в Аллаха, свят он и велик. И поэтому мы говорим, поистине, религия верующего не будет безопасной, пока он не станет оставлять тексты шариата на их внешнем смысле. Как они пришли? Утверждая возвышенность Аллаха и вознесение Аллаха над своим троном и утверждая в отношении Аллаха знания и охватывание им своих творений и безупречность Аллаха в этом, воздерживаясь от всего другого. А вникание в такие подробности завело многие группы верес и безбожие так, что среди них есть те, кто отрицали неверие, сделав всех людей верующими и людьми рая, говоря, что если Аллах воплощается в своих рабах и он воплощен в каждом месте, то как Аллах накажет того, с ком он воплощен. То же самое и в отношении идолов. Если Аллах воплощен в каждой вещи, то из этого вытекает, что Аллах воплощен и в идолах. И кто делает поклон идолам, тот делает его Аллаху. И такой не поклоняется никому, кроме Аллаха. Затем они ищут способы оправдания и делают оправдание словами Аллаха. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него и делать добро родителям. Предписал, они говорят, означают предопределил. Якобы Аллах предопределил для своих рабов, чтобы они поклонялись Ему. И кто делал поклон идолу, тот не поклоняется никому, кроме Аллаха, потому как Аллах предопределил это для него. Если рассуждать таким образом, то аят «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него и делать добро родителям», что если человек ударит своей мать и отца, то это будет почтением к ним, потому как Аллах предопределил для них только добро. Скажет ли такой разумный? Тот, кто предписал поклонение Аллаху, является тем же, кто предписал подчинение родителям, если считать это предопределением. Поэтому толкование предписания здесь делится на два вида. Предписание в смысле предопределения бытия и предписание шариата. И в этом аяте подразумевается шариатское предписание. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него», то есть завещал и велел, как это растолковала группа ученых, как Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас и другие. Они сказали, что тут подразумевается повеление, то есть Аллах велел вам уединять его и делать добро родителям. Однако случается, что рабы поступают наперекор этому, «Сего дозволения, Свят Он и Велик». И некоторые чрезмерствуют в этом разделе настолько, что они стали опустошать законы Аллаха, как, например, наказание нанесшему удар, также в вопросах никяха, его адабах и дозволение женитьбы на ком угодно. Так что они достигли в этом того, что называют пантеизмом и небытием, которое было у некоторых из них. Якобы бытие – это одно целое и нет места искажению. Некоторые из них даже воображают, что тот, кто перед ними – это они сами, и они сами перед самими собой. Некоторые имамы даже упомянули, что когда один из таких стоял над рекой, и его товарищ упал в нее, он примкнул к нему и сказал, «Ты упал, а я подумал, что ты – это я». То есть мы думали, что мы – это одно целое и упали вместе. Это пример особых чувств в этом разделе. Их заблуждение началось с чего? Они начали с отрицания возвышенности. Посмотри же, что за этим последовало и чем закончилось. Поэтому мы постоянно говорим, человек не смотрит на последствия новшества в его начале, а заканчивается оно заблуждением. Иногда оно не доходит до заблуждения в первой и второй стадиях, однако оно доходит до этого в последующем. А что касается правильной акиды, то она чистая, и ты придерживаешься ее в этом виде, даже если проходит века. Посмотрите на нововведения рафидитов. Когда они начали с вопроса непогрешимости имамов, говоря, что имам является наместником Аллаха, что он тот, кто доносит от Аллаха, потому что они нуждаются в законодательстве, ведь они отвергают сподвижников и кривещут на них. Но должен быть кто-то, кто передаст постановление Аллаха. Откуда они возьмут шариат? Они решили взять его от имама. И они сделали имамов непогрешимыми. У них был один имам, ему родили второго, у второго родился третий, далее четвертый, и так до имама, у которого не оказалось потомка, и это прекратилось. И так остановился законодательный процесс. Возвратились ли они к чистой ахиде? Нет. Они проявили упрямство и ввели вопрос о скрытости имама. Они сказали, что на самом деле он родился, однако зашел в подземелье. И они остались на этом, погружаясь все глубже в другие области до тех пор, пока пожелает Аллах. Поэтому мы говорим, что заблудшие убеждения порождают другие заблуждения, подобно тому, как развивалось заблуждение у рафидитов. Он ушел в подземелье, эти убеждения остались у них. Он внутри подземелья. А кто посредник между ним? Каждый выдумывает, что он видел его. И посредников у него стало много. Никто не может опровергнуть другого, потому что если ты опровергнешь меня, я опровергну тебя. Замолчи обо мне, и я замолчу о тебе. И каждый будто бы встречается с ним, и один даджаль молчит о другом даджале. И в религии остаются суеверия в этом разделе. Поэтому мы говорим, истинно порочное убеждение достигает того, чему нет конца в порочных вещах. А правильные убеждения остаются на истине, и в них не появляется порочность, пока Аллах не унаследует свою религию и землю, и тех, кто на ней. Поэтому здесь в словах автора он отдален от своих творений, в противовес тому, на чем находятся люди заблуждения из числа джахмитов и других, которые говорят, что Аллах воплощен в каждом месте. Автор отвечает тем, что Аллах возвышен над своим троном, отделен от своих творений, опровергая заблудших, утверждающих, что Аллах воплощен в нас, и воплощен в каждом месте, чтобы поставить их перед фактом. А побуждает их к этому то, что они установили ложную основу, дав начало этому, и стали обязывать к ложным выводам так, что этому нет конца. Они сказали, что Аллах в каждом месте, и к ним пришли и стали оспаривать, отвлекает ли его это место. Потому что если ты скажешь, что он не находится в одном месте, то в чем проблема в том, чтобы не находиться в другом месте? Находится ли он в наших телах? Находится ли он в нечистотах? Находится или нет? И не желая быть перед фактом в этом разделе, они уходят в этом разделе все дальше, впадая в заглуждение еще глубже.